здравствуйте друзья мои я нахожусь сейчас в нью-йорке и я пришел сюда не случайно на это место вот знаменитый вход в центральный парк централ парк это колумбус киркл площадь колумба вот посмотрите не знаю так сложилось что считается что это самое дорогое место на земном шаре с точки зрения стоимости квартир вот это самое престижное место вот вокруг централ парка вот он центр парк он огромный и вот эти дома они начинаются квартиры в них с 15 20 миллионов долларов до 100 миллионов 150 миллионов то есть нет предела то есть раз это самое дорогое место на шаре значит я считаю что она и самое лучшее но вот я пытаюсь понять что уже в нем такого на такую цену вот в этом доме посмотрите внимательно коричневый дом в этом доме перед самым входом в центр парк живет мой приятель он музыкант оркестра метрополитена пера я у него раньше бывал иногда в гостях сейчас он не знает что я приехал я с ним не связался но это неважно я когда шел к нему первый раз в гости вот в этот дом напротив входа в центр парк я это подчеркиваю я предполагал что я сейчас увижу что-то необыкновенное то чего не может быть мы зашли в подъезд подъезд распахнул швейцар поклонился и в общем все было хорошо потом мы поднялись на лифте я увидел обычную коридорную систему как в общежитии вообще в америке это принято но на меня на меня это произвело сразу унылое впечатление и наконец я думаю ну сейчас мы зайдем в комнату час будет миллион много миллионные квартиры сейчас я это увижу я увидел маленькую комнатку в уголочке стоял туалетик с душиком в другом уголочке был карантик с водой и не помню ли газовая электрическая маленькая плиточка и полочки для тарелочек ложечек и вилочек все и одна комната совершенно унылое помещение и вот это помещение стоит огромное количество миллионов долларов находится в лучшем месте как я сказал на земном шаре в самом дорогом месте у входа в центр парк в нью-йорке вот я хочу чтобы вы поняли что все в этом мире относительно и все что мы себе представляем на самом деле это не совсем так все вот еще раз посмотрите это красиво да действительно это красиво но вот так вот это я хотел вам рассказать